Газпром – космические системы. Один из крупнейших спутниковых операторов нашей страны. Наземная инфраструктура расположена в Щелковском районе. Здесь осуществляется управление орбитальной группировкой спутников Ямал. И предоставляются услуги связи и вещания. Познакомиться с работой предприятия в телекоммуникационный центр приехал депутат Государственной Думы Сергей Жигарев. Все четыре аппарата находятся на геоскционарной армии, на статье 36 тысяч километров. И управление ведется не из этого зала, не из этого аппарата. В Центре управления спутниками Ямал сотрудники предприятия рассказывают председателю Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергею Жигареву о существующей орбитальной группировке, в состав которой сегодня входят четыре спутника связи. Через них организуются магистральные каналы связи, доступ в интернет и транслируется свыше 300 телевизионных каналов. Депутату показали впечатляющее антенное поле и другие производственные мощности, обеспечивающие предоставление телекоммуникационных услуг и услуг аэрокосмического мониторинга. У нас началась региональная неделя, это как раз то время, когда надо работать в своем избирательном округе. Я это время посвящаю не только встрече с избирательным в своей общественной приемной, но и стараюсь проехать как можно и большее число, количество промышленных предприятий Щелковского и Ногинского районов для того, чтобы узнать, чем они живут, что у них сейчас происходит, чем я могу им помочь. Потому что это и рабочие места, это и налоги, которые дают в муниципальное образование, это то будущее, которое есть, в том числе и у моего одномандатного округа. Депутаты Государственной Думы не часто у нас бывают, поэтому нам было просто интересно, как представители власти смотрят на нашу деятельность, какие у них будут впечатления, какие вопросы они нам будут задавать. Вопросы у депутата Госдумы возникли разные, начиная с проблемы создания здоровой конкурентной среды в российской спутниковой индустрии, заканчивая мерами социальной поддержки молодых специалистов. Жилье, социальная инфраструктура, какие-то комфортные, какие-то программы, которые делают, молодых специалистов, в том числе стажировки, очень много всего. Поэтому я спросил относительно того, как их ребята потом задержались. В компании действует программа поддержки новых кадров. Так, например, стажирующимся студентам компенсируется часть проживания. Приезжим сотрудникам помогают и со взносами в ипотеку. В основном сейчас приток молодых кадров идет в относительно новое для компании направление – аэрокосмического мониторинга. Многие студенты, проходившие подготовку в компании, после ее окончания продолжают здесь свою работу. Рассказали Сергею Жигареву и о перспективах компании. В скором времени на орбиту отправятся еще два спутника связи. Продолжатся прединвестиционные исследования по созданию орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Стартовали проектные работы по созданию сборочного производства космических аппаратов. Имея свое производство, то есть сборку, то есть, условно говоря, можете, я не знаю, какой мощности у вас там будет, но они по аппарату в год, они по... Вообще он рассчитан на до четырех аппаратов. До четырех аппаратов в год. Да, причем и связных, и вот ДЗЗ, и в том числе метео. Такое общение способствует выстраиванию взаимоотношений между бизнесом и властью, которое, в свою очередь, способствует созданию в стране здоровой экономической ситуации. Мне показалось, что Сергей Александрович очень живой интерес проявил к нашей деятельности, показал достаточно такое глубокое знание нашей тематики, ну и задавал вопросы, которые показывают, что он очень хорошо относится к нашей деятельности и живо ей интересуется. Это приятно. У меня самое приятное впечатление от компании «Газпром Космические Системы». Она очень конкурентоспособна, порядка тысячи человек на нем работают. Устойчивая заработная плата, значит, высокотехнологичные профессии. Вот, все на очень современном уровне. Каждые четыре года идет полный апгрейд всего предприятия. Поэтому это как раз то будущее, которое мы ждем от России, которое мы ждем от Московской области, и в том числе от Щелковского района. Олеся Богданова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова